лекция как обычно размером в то что проходит за целый семестр а то и больше вот лекция посвящена тестированию если не ошибаюсь дать посмотрим да точно вот она лекция посвящена тестированию и понятно что за одну пару научиться что-то тестировать или познакомиться с какими-то значит методиками или чем-то еще мы не сможем вот поэтому немножко бла-бла а потом немножко примеров вот сколько успеем сначала бла-бла значит главное бла-бла этого сайте которая тут внезапно нарыл готовясь к лекции который так и называется software testing fundamentals точка ком в одно слово вот не знаю зачем он сделал но там довольно коротко без особого без особого рассусоливания правда очень занудно упорядочено всевозможные сведения о процессе тестирования вот и собственно кому интересно какие-то fundamentals вот можете пойти туда там их в количестве понятное дело что тестирование нужно все из нас более или менее внятно себе представляют что программа без тестов это в общем не программа вообще как бы непонятно работает она или нет однако среди программистов особенно на компилируемых языках программирования в действительности довольно давно ходит такая привычка что если программа вообще собралась значит она работает вот это не значит более того это не даже не какая-то глупость да а вот представьте себе вы программу написали вы абсолютно уверены в том что алгоритм он значит абсолютно правильный вот и внезапно внезапно но в ней есть ошибки ошибки вам вылавливает компилятор причем в таких серьезных жестких фреймворках как джава или си плюс плюс с навороченными еще вокруг него проверками синтексов и так далее не исключено что очень много ошибок вывод компилятор так что есть программ в конце концов скомпилировать то она в каком-то смысле работает понятное дело что это очень безалаберный подход вот потому что ну понятно что мало ли мало ли какие какие галлюцинации мы туда запланировали в эту программу так что это не разговор что мы можем сделать дальше дальше мы можем натравить на программу некие автоматические тесты со стороны ну то есть вот у нас есть исходный икон давай его пусть давайте его пожуем каким-нибудь статическим анализатором вот чем-то таким то есть сами мы делать ничего не будем но смысле писать какого-то дополнительного кода не будем а вот зато под ты потестим чем-нибудь что тестирует программы по запускаем его там не знаю с программы трассировки еще чего-нибудь поделаем в общем обработаем внешними инструментами а после того как мы обработали внешние инструментами для очистки совести еще передадим в отдел тестирования у них есть тест план там написано как запускать программу чтобы посмотреть значит работает она или нет и это в общем как бы тоже до какой-то степени можно считать программа тестирования выглядит диковато но тем не менее это в общем то так особенно в ситуации когда у вас код ну так скажем third party вот я например работаю в компания базальт спой и основа одну один из видов моей деятельности это так называемая сборка пакетов что такое сборка пакетов я беру чужой код я собираю превращаю в пакет убеждаю что он собирается убеждаю что он в правильные места раскладывает свои файлы запускаю его руками смотрю значит что базы функциональности на месте ну если это пакет ну с приложением есть пакет с библиотекой значит ну что-то с ним собирается же вот и на этом общем мое тестирование оканчивается а если мне нужно больше я передаю значит все это в руки отдела тестирования где они значит по специальному тест-плану тыкают чего я не делаю я не пишу программных тестов для такого софта в случае если он не мой ну во первых потому что я в общем если разработчик такого продукта то очень в очень очень в очень небольшой степени а во вторых потому что ну на самом деле разработчики сами пишут тест если они написали это хорошо если не написали значит они посчитали ненужным их писать тем не менее это довольно частая ситуация для критических для нормальных программных продуктов скажем так что исходники сопровождаются некоторым объемом автоматического тестирования причем это тестирование вот начиная с этого места для тестирования работоспособности и правильности работы программы пишется дополнительный код то есть вот мы сейчас все говорили о случаях когда мы будем тестировать внешними какими-то устройствами вот сейчас для того чтобы убедиться в правильности работы кода пишется дополнительный код так называемые тесты какие-то юнит тесты еще какие-то тесты вот ну и дальше больше если значит тесты у нас считаются важной частью нашей разработки то наверное было бы интересно посмотреть а как много того что у нас в принципе умеет программу мы тестируем то есть ну например у нас там сто пятьсот функций сколько функций задействовано в тестах которые мы вызываем если в них задействует допустим все функции то это тоже не факт что от тестировано все почему потому что функциях есть вы представляете такое удивительное дело условные операторы и может так случится что по одной дорожке мы пошли то есть один кусок кода внутри функции мы от тестировали там и в зале с нет тестирования вот измерение того насколько код из наших исходных кодов был выполнен в процессе запуска тестов плюс еще всякая статистика плюс еще всякие интересные штуки и называется code coverage вернее тест coverage когда мы говорим что у нас уж как минимум да все кусочки нашего исходного года в тестах были выполнены тем или иным способом на самом деле этого тоже недостаточно ну вот тут подсказывает что в real life и тестом как раз занимаются тестами за как раз занимаются очень много да конечно вот просто понимаете как почему я говорю что мы с вами как это только посмотрим на это пошупаем потыкаем палочкой сделаем игрушечный вариант тестирования и в общем отойдем потому что в действительности этому можно учиться даже не не один семестр до реальной методики тестирования и реальные значит процесс интеграции тестирования скажем с непрерывным дипломентом вот это все очень замороченная технология а обучаться технология ну как сказать она сегодня такая через три года другая вот хотелось бы понять вот всю как бы социальную идею которая затем стоит а также технологическую идею а конкретные методики ну такой вот значит продолжаю бла-бла ну собственно тут про вот этот ряд понятное говорить не о чем вручное тестирование когда мы зовем какого-то какого-то человека и он по бумажке тыкает в нужные кнопочки или запускает программу с нужными параметрами вот автоматическая когда все делается само со словами сделай мне тест вот автоматизированная означает что у нас есть какой-то набор какой-то набор функций которым должна соответствует программа какой-то набор требований вот и есть для каждого требования процедура какие именно автоматические тесты нужно на ней проделать а может быть и не автоматически вот то есть ну или например так так вот классическая штука вот у нас есть штук который обрабатывает изображение да там какой-то алгоритм как оценить качество работы этого алгоритма исключительно на глаз да потому что ну делать оценщик качество изображения для алгоритма который изменяет качество изображения это конечно ну масло масляный главное непонятно что через кого реализовывать поэтому часто так бывает что тесты особенно самые верхние уровни теста так сказать пользовательской пригодности они под капотом автоматически в том смысле что очень много действий для того чтобы получить результате результирующие данные по тестам делается автоматом вот значит да а проверка например передоверяется человеку или наоборот человек берет и решает с помощью вашего инструмента какую-то задачу то есть он придумывает некий тест-план или делать это руками вот все остальное делается под низок короче говоря автоматизировано но автоматическая ск вот тут почему-то два пункта виды тестирование уровня ну да ладно значит идея вот в чем если мы хотели пошли по пути все таки тестового покрытия то есть по пути того чтобы в нашей программе было много тестов которые проверяют насколько качественно написан код вот было бы неплохо подумать над тем а что собственно мы проверяем когда делаем автоматическое тестирование ну понятное дело что есть как бы два полюса полюс когда у нас есть уже готовая программа она уже объявлена работающий и мы их скажем так хотим чтобы не только какой-то тест от человек живой и и тык но и создать какой-то полигон на котором значит будут роботы эту программу в разных ситуациях запускать а другие роботы проверять насколько у нее выход годного хороший такой довольно живой пример автоматического тестирования вот такого уровня я видел когда у нас была машинка которая проверяет устанавливается ли дистрибутив в виртуалку вот эта машинка умела искать кнопочки там далее умела искать кнопочки галочки которые надо было ставить и был написан скрипт который все эти галочки расставлял вот жал на кнопки далее дожидался результата смены экрана вот и потом проверял что вообще операционной системы виртуалки сгружались после этого такие дела вот но это конечно крайний случай вот это 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 на самом деле не крайний на самом деле это так называемое системное тестирование но главное уровень с которого начинается обычно оснащение программы тестами это конечно то что называется юнит тестирование речь идет о том что у вас есть куча всяких методов классов функций вот этого всего и вообще говоря либо в самой технической документации либо в представлении программистов о здравом смысле сказано что и как умеет делать данная функция класс это метод класса и тогда значит если мы напишем на каждую функцию класс метод класса ну вернее на каждую функцию метод класса до класса всего лишь контейнер в данном случае какую-то тестирующую функцию который будет что делать она будет дергать эту функцию смотреть что получилось ну например если функция отработала какие данные наверно есть функция свалилась каким exception она свалилась вот а потом сверять это с реальным положением с желаемым положением вещей то есть должна была ли функция свалить с эксепшном если да то с каким с правильным ли с неправильным какие она данные вернула правильный неправильный то есть проверять работоспособность компонентов по их спецификации ну точнее сказать фиг с ним скрыться спецификации мы можем написать просто ну вызвать функцию проверить вернули на дочку потому что должна вернуть двоечку и вот это вот грубо говоря и есть юнит тестирования когда мы описываем свойства поведения компонентов и говорим компоненты там функция должна вести себя так превызвать с такими параметрами возвращать то то а превызвать с таким параметрами падать по эксепшен следующий этап это интеграционное тестирование которое состоит в том что у нас вообще говоря есть есть компоненты которые находят получать на вход получают какие-то типы данных на выход какие-то типы да особо интересных дисциплинах программирования или в особенно интересных языках программирования типа там не знаю мне сейчас нам приходит только пролог почему-то но неважно короче говоря возможно дело даже не в типах этих данных а в их семантике то есть вот допустим у нас есть какие-то множество функций они работают с файлами да и у них есть параметр ими файла или у нас есть множество функций они работают ну не знаю там с библиотечными карточками да у нас они на вход получает экземпляр класса библиотечная карточка вот поскольку поскольку это все в общем данные вполне себе специфицированные и поскольку программа наша с наш программный продукт состоит из вот в этих как раз функции друг друга вызывающих вот это самое друг друга вызывание интерфейс совпадение интерфейсов как формальных так и семантических между разными функциями и проверяется на уровне интеграционного тестирования то есть грубо говоря мы берем кучу кучу разных модулей да или там кучу функций и начинаем друг от друга их вызывать вызываем и значение передавать дальше и тогда есть даже такой способ написания интеграционных тестов называется big bang большой взрыв когда мы вообще все функции с вообще всеми возможными значит возвращаем и значениями передовыми параметрами скрещиваем со всеми другими такими понятное дело что там 98 процентов из этого будет нефункционально будет падать ну и хорошо пускай падает мы либо исключим это из тест-плана либо запишем в тест-плане это падает вот зато все остальные варианты вызову их друг из друга да может будет проверить вот но на самом деле не только понятное дело что там важны еще цепочки вызов бла-бла-бла вот это все короче говоря если мы убедились на уровне юнит тестирования что функция нам возвращает на нужных данных нужные значения или падать в нужном месте вот то интеграционное тестирование должно нам показать что мы не поломали интерфейс что функции что от класса друг из друга в смысле экземпляры класс в нужные места передаются ну и вот это вот все понятное дело что интеграционное тестирование может происходить на любом уровне кстати сказать как и юнит да мы можем назвать юнитом вам вообще наш весь графический интерфейс да просто не будет быканда вот кнопочки нажимаются уже хорошо дальше идет системное тестирование это собственно проверка того что тот продукт программный который мы изготовили отвечает конечной спецификации ну например если у нас там мы написали какой-то гуи да вот то что у нас в курсе был на такой интере это значит что должны быть все нужные кнопочки эти кнопочки нажимаются при нажатии на них происходит то что нужно вот это кстати сказать штуку уже менее автоматизировано и очень часто этот уровень тестирования уходит в отдел тестирования вот потому что ну понятно нажимать на кнопочки это тест план вот ну и вообще такие вещи чем чем уровень выше тем сложнее оценить автоматически тем не менее кое-какие вещи оценить можно вот я рассказывал про автоматический проверятор устал установщиков дистрибутива в виртуалку примерно такая же фигня с веб-интерфейсами есть огромное количество фреймворков потому как устраивать именно уже системное тестирование веб-интерфейс то есть вы точно знаете как бы что должно приехать что должно уехать там высокое описание как зарегистрировать пользователя что он сможет уметь делать пользователи так далее так далее вот не стоит забывать что целью тестирования является не создание стопроцентно безбажного продукта такого не бывает и даже не создание стопроцентно чего-то там продукта потому что стопроцентно не бывает ничего в реальной а создание продукт который как это сказать которым будут пользоваться вот неважно если мы пишем библиотеку значнее будет пользоваться программист и если мы пишем там какой-то простейший гуи будет пользоваться пользователь простейшего гуя пишем веб-сайт вам будет по использоваться не важно будут пользоваться поэтому на самом деле главное тестирование это то которое вообще не делается не отделом тестирование не нами с вами вот а так называемый аксепшнс тест аксепшнс тестинг это проверка потребительских свойств продукта то есть вот то что мы разработали отвечает ли тому как вообще мы собираемся использовать ну там всякие бизнес свойства тестирование на пользователях вот это вот все про это я ничего не знаю рассказывать не буду совсем на самом деле мы в принципе сейчас сосредоточимся на фреймворке которые на крылья фреймворк который в первую очередь назначить для тестирования просто потому что это то с чем будем миде вот я еще не закончил свое бла-бла вот к сожалению но продолжим и это о том какие бывают уровни значит видимо мы сегодня остановимся исключительно не не тестинг но вы увидите что это немножко перпендикулярные вещи понятное дело что если ваши тесты состоят из запустить тест такой-то посмотреть насколько он сработал правильно или нет то какого они уровня зависит от вас вполне можно делать интеграционный даже системный тест есть вы пишете библиотеку то в качестве системного теста надо скомпилировать если носить с этой библиотекой другую программу запустить эту программу и потестить или если вы пишете модуль на питоне взять какую-то программу которую написать программу на который использует этот модуль на питоне и решает какие-то потребительские задачи и потестить ее вот пожалуйста вам системный тестирование который вполне может быть автоматически значит дисциплина покрытия тестами значит дисциплина номер ноль который к сожалению превалирует сейчас вот когда кто-то пишет программу которая стоит в том что мы сначала пишем код а когда он начинает валиться начинаем задумываться о том что неплохо бы прикрутить к нему теста потому что я живу вот ну внедряю а он иногда падает и хорошо чтобы он падал не на площадке а у меня значит под сьют вот где-то там как это правильно сказать иногда иногда это в общем правильная идея потому что вы не представляете себе ситуаций когда собственно и в каких случаях ваш программные продукты реально будет вести себя не так как надо да то есть мы сначала должны накопить какое-то количество кейсов вы не всегда представляете в каком извращенном виде например пользователь может его использовать вот вот это все вот но разумеется еле если речь идет о частоте и качественности кода эта дисциплина неприменима в больших проектах да когда там в одной голове уже не помещается вот и понятное дело дело что дисциплина номер один она гораздо более разумно которая состоит в том что у вас каждая фича каждая новая функция каждый новый метод каждое все за некоторым исключением отдельно описанным ну например там методы однострочники или метод геттеры если они автоматически генерируем и разумеется потому что если они не генерируем автоматически то не обязаны обмазываться тестами или например вы можете обмазать тестами объект в котором поглянетесь что он что в нем покрываются тестами все его методы ну класс да и это будет означать что у вас покрытие то полное но совершенно не обязательно чтобы на каждый отдельный метод особенно примитивный был отдельный тест это вопрос дисциплины вопрос здравого смысла и так дальше но идея что к каждой новой фичи к каждому новому дописанному куску кода в вашей в вашей программе должен прилагаться тест это хорошая идея вот понятное дело что тестовое покрытие стопроцентное то есть стопроцентное пробегание всех мест в коде которые могут быть запущены с помощью тестов эта вещь далеко не всегда достижимая скорее всего недостижимая вот но тут уж как фишка тем не менее есть еще одна дисциплина которая называется тдд тест driven development которая стоит в том что тесты пишутся сначала сначала пишутся тесты сначала мы учимся прыгать в бассейн а потом наливаем туда воду когда научимся вот сначала пишутся тест а потом пишется реальный год это довольно забавная штука потому что при такой дисциплине у вас стопроцентно тестовое покрытие всегда вообще всегда с тем различием что большая часть тестов всегда падает ну потому что например под них не написан код вообще есть только заглушки стабы вот то есть вы пишете программу некоторое время вы это делаете который не делает ничего но в которой есть все ее запланированные заранее свойства обмазанные как раз тестами вот тест driven пишется сначала тест на нем всегда падает код причем обязан падать на этом то есть если он не падает шить за тест потом мы пишем под него код добиваемся того что тест что код не падает и тест тоже проходит и когда мы в следующий раз этот код изменим тест просто должен продолжать проходить все вот это звучит очень клево понятное дело что у такой технологии есть дофига всяких темных углов и дизайн вот ну в общем тут над конечно сходить вот сюда вот и почитать почитать про мифы про мифы с отвери тестинга да у нас уже в особо времени нету поэтому я вас просто сам пошлю на эту страничку вот прекрасная страничка речь идет о том что есть всякие технологии всякие обманные обманные представления о тестировании программных продуктов из которых нас интересуют в первую очередь как это false positive и false negative да ну на языке этих тестеров называется green треп и red trap green trap состоит в том что тест не показывает отсутствие дефектов тест показывает наличие дефекта тест может показывать не увеличение дефектов хотя не факт потому что если покрытие с покрытием не так что-то отсутствие дефект то есть тест не показывает вообще в принципе да то есть нельзя доказать несуществовании чего-то. Вот. Редтреп наоборот он означает то, что не всякие тесты означают дефекты. Например у нас есть некий автоматический тест, который из каких-то заоблачных значений входных данных падает и в общем должен так падать, потому что этих заоблачных значений не бывает. Или мы не знаем должен ли он там падать или нет, потому что этих заоблачных значений никогда не было и мы не знаем какое правильное решение принимать. И наш код вот в этом месте падает потому что имеет право в общем или у нас в требованиях вообще не написано тест автоматический короче говоря то что тест не проходится не означает что это ну например вот опять же я как мантейнер программных продуктов знаю что мне приходится отключать тесты на взаимодействие с сетью когда я собираю пакет потому что понятное дело что система которая сборочное окружение которое собирает пакет ну его надо изолировать от сети иначе понятное дело что сборка будет невоспроизводимый пакет который по ходу сборки скачивает чего-то из интернета из непонятного места засовывает внутрь себя и потом собирается это уже в общем такая мукаш поэтому в сборочной среде всегда запрещено запрещены сетевые взаимодействия а поэтому все тесты которые проверяются его взаимодействия они из автоматических переходят в жанр полуавтоматических то есть я как очень ответственный мантейнер если вдруг я таким сделаюсь могу потом уже не в сборочной среде а прямо в свою на работающей какой-то машине в или так скажем в изолированном окружении в котором есть сеть руками потестить это но в процессе сборки это будет отключено вот тебе вот вам пожалуйста red trap в чистом виде тесты падают просто потому что они не могут пройти так ну значит ошибка дефект сбой значит ошибка это то что допустил программист дефект это непосредственное место например ошибка алгоритма до дефект это непосредственное место в программе в которой эта ошибка может проявляться а сбой это когда программа падает соответственно то что мы называем ошибками на самом деле это сбои до программа падает эти сбои происходят происходит в результате дефектов иногда хорошо различимых актуализирую локализуемых иногда все нифига не локализуем и соответственно эти дефекты происходят по причине ошибок иногда эти пошли даже исправить нельзя ну в общем такое короче проехали давайте лучше давайте лучше займемся практической частью давайте мы сделаем что-нибудь такое какой-нибудь такой да значит в питоне чтобы было понятно есть аж два встроенных уже прямо в питон фреймворк тестирования один из них называется доктор ст вот про него то я расскажу потому что он ну скажем так остроумный вот а второй из них называется винтест и это классический классический этот самый фреймворк для тестирования который если вот почитать какую-нибудь теорию ей соответствует в нем все нужные понятия есть ну в общем вот возможно мы сюда заглянем в качестве так сказать терминологии принятой в питоне но кажется вот этот модуль мы ты или мы смотреть не были да вернемся к доктест доктест прекрасный модуль который позволяет вставлять тестирование какого-нибудь юнита например модуля питоне вы не функции питоне в строку документации этого юнита причем выглядит это довольно аккуратным способом то есть это не выглядит как мы взяли строк документации положили туда хоть нелепую ересь а потом значит дотравили на эту ересь какую-то внешний инструмент и он сказал это же тест нет будет это гораздо интереснее сейчас я найду это место найду это место это какой-то очень старый вот это вот это место вот значит вот у нас есть функция которая мучит ну и соответственно модуль который мучит тоже ой уйди противная муму только давайте он будет с большой буквы также как у нас в лекциях вот да что ж такое не так надо делать функция которая мучит женщина который поет значит задокументированы можно и в модуль поставить документацию вот она работает на нет не так наверно вот так вот да чё нет она делает она делает мы и о много-много-много раз а еще у нее есть необязательный параметр что там в в конце писать то есть можно писать вот так вот да чё а вот пожалуйста вот попробуем ее потестировать руками да вот сказать так поэтому три минус минус нет не так минус и м до минус и м вот помните что это такое это значит что мы импортировали модуль му и тут же остались питоне вот он у нас этот модуль му вот он в нем есть функции му в общем понятно мы внутри этого модуль давайте вызовем му 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 4 а значит да что еще вот я просто я просто смотрю в лекцию чем еще можем туда при как чему же еще придумать от нуля можем посмотреть сколько будет да и например вот как мы в примере эти делали от 7 и упростить на знак 7 и упростить на знак да вот такой диалог с питом он у нас произошел когда мы значит этот самый модуль му начали писать давайте мы давайте мы знаете что сделаем возьмем этот питом модуль и прямо сюда в документацию добавим добавим наш диалог с питом с описанием того что что тут происходит значит без параметров от четыре он и четыре он и и и и что там еще можно вот так даже для красоты да вот так вот только м вот эту берем смотрите эта функция то есть этот текст выглядит как документация к функции просто примеры взаимодействия с нею и действительно это примеры взаимодействия с нею мы например можем сказать пдог 3 смотрите функцию и тут прямо описание как она это делает фишка стоит в том не стоит док тест а или там python есть такой вот фишка в том что мы сейчас возьмем короче доктор что меня стоит мы сейчас возьмем этот доктор он же в спитом приезжаю что я несу и натравим на эту вот нами описанную функцию натравим док тесто что при этом произойдет вроде ничего не произошло давайте попробуем добавить verbose вот смотрите он нам рассказал протокол своей работы он попробовал вызвать функцию ему и ожидал что у нас придет му окей вот четырех окей то есть док тест влез в кстати смотрите тут по-другому настроена ну да ладно да без разницы то есть док тест влез мой модуль посмотрел на то посмотрел на эту самую посмотрел на док стринг каждую всему что там было увидел вот такого рода диалог и понял что этот тест то есть когда когда док тест видит вот такую строчку в док стринге он знает что это запуск вызов некой питонной питонной штуки которая должна вернуть вот это и фактически таким образом мы написали задокументировав нашу функцию мы написали 4 теста вот такие вот дела удивительным образом вот у док теста можно много всяких интересных фич давайте посмотрим туда ну например вы можете сделать тестировать также всего модуля помните я говорил что юнит тестирования устроен таким образом что вы можете сказать я тестирую модуль и я обещаю что в этом модуле все функции будут оттестированы или можете сделать тестирование и модуль и функции ну давайте попробуем отсюда да этот тест не выделены не сработает смотрите да да мы попытались оттестировать модуль у него тест не прошел ну дать посмотрим сколько всех прошло 5 2 айтема то есть сам модуль и функция и 4 из них прошло один не прошел потому что извините но я его неправильно написал да я написал в тесте что должно быть пять букв а на самом деле их 3 все все пять тестов пройдены вот таким же образом можно тестировать давайте посмотрим тот примерчик скажем 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 где то тут было эксцепшен и а вот эксцепшен окей давайте попробуем так сделать душ такое то все время переключение в ту сторону попробуем вызвать эксцепшен не работает а как же его а вот да конечно конечно есть сейчас покажу о type error должен произойти вот давайте посмотрим как оформлять тесты на эксцепшены так надо написать надо написать я посмотрим там написано just play the trace back на самом деле то есть по идее мы дамы нам достаточно знаете что сделать нам достаточно было вот это вот все затолкать в вот сюда и все было хорошо ну-ка вот при этом док тест понимает что вот эти вот все значения мог быть слегка разные по самом деле важнее вот этот type error и содержимое ошибки вот все все чики-пуки да он попарсил эту строку я думаю что если смотрите сейчас попробую поменять допустим вот тут ос на мус да и посмотреть что изменится вот обратите внимание да обратите внимание что я немножко поменял функция у нее изменилась исключительно внутренние внутренние содержимое да там теперь муз называется строка наша вот нет номер наш называется муз а в и соответственно стек трейсе на самом деле здесь было написано муз но док тест понимает что все это все это внешнее я так подозреваю что можно вот это удалить кстати давайте проверим возможно и нет возможно что-нибудь что-нибудь надо было оставить вот давайте вот так проверим работает и вот так не работает вот то есть как и было сказано вот вот понятно да слово трейсбек должно настроить док тест на идею что сейчас будет ошибка вот давайте еще вот это проверим но я думаю что так он не должно заработать да так она тоже не заработал а а так заработал вот хорошо значит в принципе это очень игрушечный как вы понимаете фреймворк вот его как бы остроумие состоит в том что вы просто описываете как ваша функция работает а это внезапно превращается в тексты если вы хотите пользоваться этим фреймворком это разрешено в нашем в проекте то вы можете вынести внешние тесты в внешний файл вот пример когда вы пишете документацию смотрите причем документацию на формате рест ну то есть в сфинксе вы пишете документацию сфинксе у нас еще полчаса есть хорошо попробую вы пишете документацию в сфинксе описывайте работу функции натравливаете на него тест и он внезапно начинает работать давайте посмотрим как это оформить ну давайте мы для начала так экст тест точка рест да что ж такое то экстерном тест так мне интересно вот что мне интересно как он догадывается что это именно в этом модуле лежит а все еще проще чем вы думаете так using чё там му да кстати вы здесь можете оформить ссылку на модуль ну помните прошлое занятия только не так а вот так вот если мне не зам не изменяет память импорт нет еще не так вот так да ага вот тут кстати написано и у нас должно получиться что-то типа мы раз два три четыре пять по моему так пробуем но нет как то так должно получиться если я не здесь я все правильно писал нет видимо придется скрипт писать суперский скрипт и и ой а как мы здесь вот так вот 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 пожалуйста мы вытащили во внешний файл тест предложили правда к нему еще питомский файл который вы дергают но может это правильно потому что этих файлов может быть много написали кстати вы на ресте так что это вполне может уехать в документацию в красивую вот я угадал количество букв о по ходу вот ну вот собственно собственно такая вот механизма давайте мы теперь посмотрим на юнит тест с юнит тестом ситуация это уже не игрушечная штука эта штука на которой пишут реальный продакшен вещи хотя конечно не на ней потому что она скажем так простая она не навязывает никакой дисциплины кроме пожалуй некоторых понятий вот как устроен юнит тест юнит тест устроен очень просто у вас в коде должны появиться функции под названием тест что-то там и и потом вы запускаете юнит тест а он видит соответствующие функции или методы и дергает их а ну даже нет вы просто запускаете не тест к этим тест дорогой мой вот я вот пытаюсь понять сделано же это так же как в модуле по тест или нет сейчас дайте погляжу мне кажется да короче говоря у вас должны быть специального названия функции в ваших файлах вот да у вас просто вызывается вызывается соответствующий метод или соответствующая функция и собственно ради того чтобы понять работает или не работает вызывается специальный метод который называется асертыкл который является методом этого самого теста юнит теста в котором вы вызываете то что вам нужно протестировать но в данном случае вы тестируете функцию метод айпер да и вы вызываете то что вам нужно протестировать и результирующее значение вот фактически вот это и есть ваш юнит этого его это его тестирование я не останавливаюсь на юнит тесте не потому что он плохой он развесистый он поддерживает дисциплины он умеет ну всякие штуки делать просто потому что обратите внимание это зафиксировано прямо в документации есть еще один модуль который который более как бы развесистый и вот который точно используется в продакшене в кучами в куче мест вот есть еще один модуль внешний он нет не поставляется с питоном который называется по тест по тест это он в каком-то смысле проще для пользователя потому что он устроен таким образом что вы создаете файлы под названием тест что-то в этих файлах вы создаете функциям под названием тест что-то или методы тут где-то было про методы тоже написано дальше вы запускаете специальную программу под названием птест ну или собственно python минус м птс и он у вас сам находит эти файлы находит в них эти функции каждую из этих функций дернули в чем собственно и состоит тестирование давайте в качестве теста не будем писать с нуля а возьмем какой-нибудь проект в котором так и такого рода теста уже есть иначе мы не успеем вот список проектов которые используют птест в качестве в качестве этого самого the suit вот это все довольно сложные проекты я подумал и решил что вот этот проект который называется пуды б пуды бы нам поможет мы значит это что такое это такой дебаггер питона на питоне вот текстовый то есть он работает в текстом экране который похож на всякие древнючие там turbo паскал и всем и всем остальные по интерфейсу видите синий и голубой фон вот но на самом деле достаточно приличная штука я им пользуюсь вот я его собираю в сизиф соответственно а мы сейчас посмотрим как он устроен как проект и как у него устроены тесты эта тема связанность пуды бы залезает немножко на следующую лекцию в которой у нас будет разговор уже про пакетирование и deployment наших поделий на питоне вот и собственно я именно с этой целью выбрал ну обозримый проект чтобы посмотреть как эти самые пакетирование делать давайте мы его тупо склонируем оттуда ну вот а нет слушайте давайте мы сделаем не так давайте мы создадим virtual и вот так вот сделаем значит и это некоторая новая тема связанная с тем как чего-то разрабатывать по моему по венгу я уже что-то говорил что такое вент это производное сокращение от virtual environment который вроде бы как бы создает виртуальное окружение на самом деле не версией им никого виртуальное окружение вент не создает вент всего лишь создает каталог который называется тест 2 в котором у нас который заполняется дать на перейдем который заполняется смотрите у него есть каталог bin в котором лежит внезапно питон пип и зен стол и что-то под названием активейт каталог include в котором лежит ничего и каталог лип в котором лежит лежат питомские библиотеки спиртом ски пакет и прямо скажу опять же пип он стал сетап туз больше ничего для чего все это нужно это нужно для того чтобы у вас образовалась более-менее стандартизованное и рабочее окружение она не виртуальная не изолированная единственное его отличие от вашего питона который стоит в хост системе состоит в том что если вы выполнить вот такую команду активейт вот обратите внимание что эта команда попортила мне строку подсказки она говорит что я нахожусь внутри проекта 2 что и единственное отличие от обычной работы состоит в том что что она перебивает переменную path то есть разница стоит только в том что если вы запустите питон то он запустится не оттуда а вот отсюда из каталога bin вашего если вы запустите пип то он запустится не откуда-то из каталога тэс бин вот соответственно я запускаю питон а он на самом деле питон 3 до я запускаю пип а на самом деле он тоже тип 3 вот я ставлю модуль с помощью пип инсталла а он ставится в текущий каталог вот идея именно в это ну вот в этом месте мы сейчас напоминаю что для этого нужно сказать минус м вент и нет раз перейти туда 2 где тут вот cd где он тут cd cd перейти туда 2 и сказать активы вот именно так что это такое это как раз перебить и переменных окружений у текущего шоу что у нас этих блин лежит там еще и сишельный скрипт фишный скрипт для тех кто пользуется фишем повершенный скрипт для тех кто пользуется повершилом вот ну в общем такие дела окей вот сюда то мы будем все складывать во первых давайте сюда склоним склоним этот самый пуды бы уйди во значит это довольно типичный для пакета на питоне набор файлов которые из которых он собирается то есть такой вполне себе типичный питон проект вот в нем есть например каталог который так и называется пуды бы капитан очевидность подсказывает что это документация на написанной на сфинксе вот в нем есть каталог тест и вот тут уже немножко с помощью не только капитана очевидность я делаю предположение что это для пт 100 тесты вот давайте посмотрим видите данный файл называется тест что то и функции все называются тест что то вот это явный признак того что используется фреймворк по тест вот но на самом деле еще больше про это нам говорит файл который называется requirements дев . txt что это такое это значит что этому модулю нужно для нашей с вами разработки и тут написано что ему нужен внимание по тест какие-то два модуля к пт 100 по тест ков и по тест мог я надеюсь я успею рассказать про это еще несколько модулей ну буквально несколько до которые которые чего-то такое делают все их поставить можно одним одним махом сказав в пип install минус р requirements вот эту штуку вот обратите внимание что находясь внутри венва то есть выполнен в команду активейт я теперь могу использовать просто пип и просто install и никаких минус минус юзер все будет ставится куда надо сюда в текущую в текущую вену вот он пошел их скачивать их довольно много вот а нет они все в кэше уже потому что я к лекции готовился извините а вот вот он их скачал в числе прочего он прошу заметить скачал numpy еще одну версию потому что то numpy которая стоит у меня в хост-системе его не удовлетворяет о у меня пип старый дать поставим новый пип что ли все старый удалили но поставили вот в результате этой операциям у нас все вот видали сколько по наставе по наставил из пакетов все эти пакет приехали к нам в локальное хранилище пакетов бы потом питон их модулей которые в венве под каталоги ли python 3 находится сайт вот я не туда приехали и теперь мы смотрим дальше как правило такого рода система сборки я расскажу более подробно они в следующий раз сопровождается скриптом который называется ситоп и это вообще классический способ сборки скриптов сборки модулей под питон так называемый ситоп тулс вот наличие файла ситопы 99,2 процентов случаев означает что вы имеете дело именно с ним можно сказать python ну поэтому просто потому что у нас ситопы и он нам скажет что смотрите тут вот есть общем текст текст реквайерс который почему-то не опознается нашим ситоп тулсом было вот видимо уже какой-то еще модуль поставить надо бокс и так тоже работает что можем сказать минус минус хелл что нам предлагают делать с нашим билд инсталл билд это собрать инсталл это установить пакет удивительная зала вот ну хорошо допустим я скажу билд а кстати нужно ли нам говорит билд хороший вопрос возможно не нужно возможно вообще ничего не нужно зря я вас мучил смотрите окей значит ну раз пошла такая пенка все-таки скажу он значит если сказать билд то он организует каталог под названием билд и и если нужно компилировать из исходников что-то то он соберет соответствующую библиотеку а если надо просто приложить туда файлы то он в этот билд положит вот этот пуды бы вот значит это чистой воды модуль в чистом виде который который предполагается как раз к распространению вот как его тестировать значит давайте проверим что у нас лежит в каталоге пуды бы лежит там то же самое что мы должны сделать мы должны научиться импортировать этот модуль давайте попробуем сначала хардовый а потом изимый пайсон равняется равняется билд лип вроде работы ну pvd build leap если кто не понял да это собственно то самое место куда нам положил и положил этот самый давайте мы проверим что это что это работает да нет зараза плохо не работает извините это он ну хорошо тогда не будем ничего делать у нас есть пуды бы вот здесь будем экспортировать из него как запустить тесты тесты надо запустить таким образом чтобы во-первых по python path присутствовал место где лежит этот самый пуды бы ну вот так вот а дальше на сказать бы тест вот это у меня не получилось когда я готовился к лекциям может быть час получится а отлично получилось значит что-то я сделал не так смотрите что при этом произошло он нет он полез вот сюда зараза ну ладно полез и полез смотрите что произошло наш фреймворк птс полез в каталог вот вот сюда вот в пуды бы взял оттуда модуль вот потом полез в каталог тест стал там искать тесты нашел их вот вот столько в каждом из них нашел функции вида вот такого каждую из них запустил кстати обратите внимание скорее всего русский пишет этот модуль вообще нежная любовь к интерфейсам аля turbo паскале так почему то вот такая мне кажется наш прерогатива вот да только сегодня узнал увидел что русский скорее пишет от моды ну вот а значит запустил все эти тесты давайте скажем его вот так вот вот сейчас где тут а нет все все извините все правильно что я сделал если я запущу просто птс она не сработает потому что в целях безопасности текущий каталог избавку убирается из 5 пас и питона неоткуда импортировать птс поэтому я должен написать вот так вот чтобы пуды бы этот самый сейчас вот так вот да я должен указать в точности где лежит наш модуль пуды бы чтобы чтобы до господи прости извините вот 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 это правильная команда я должен указать явно где лежит наш свежесобранный и установленный так как с этап по инсталлу захотелось модуль пдб и тогда при попытке запустить тесты они будут взяты из нужного места давайте еще скажем минус в и он нам покажет вот смотрите он нашел файл под названием тестовый левел пыль в нем нашел функцию тест детектора левали вот в сеть функции запустил если да значит причем обратите внимание если там класс то класс давайте посмотрим как класс выглядит вот смотрите тест 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 то есть класс должен называться тест чего-то там метод должен называться тест чего-то там и и тогда бы тест его просто найдет и запустит а вот значит чё еще ну давайте начнем с клаверджа ков с клаверджи Ага, так, значит, у нас совсем немножко времени, все-таки про код коверч я расскажу, значит, что такое код коверч, мы с вами уже говорили об этом, это сколько кода из всего исходного кода тестами проходится пешком, то есть какие конкретно строчки выполняются, и если есть условные операторы, какие из, значит, ну понятно, да, по каким направлениям ходят. Есть два решения популярных этой задачи, это модуль coverage.py, вот он. И вы его можете запустить как-то хитым образом, вот к нему документация. И слегка альтернативный к нему плагин к птесту, который делает абсолютно то же самое, и мы воспользуемся им, потому что это проще. Вот, который называется ptest.coff, и этот плагин, кстати сказать, используется в этом самом дистрибутиве, в смысле в pdb, не здесь, вот здесь вот. Вот он, ptest.coff. Для того, чтобы его запустить, надо запустить либо, либо, значит, модуль coverage, который будет проверять эти тесты. У coverage есть поддержка, у coverage есть поддержка, кажется, трех вещей разных. Unit теста, ptesta, еще что-то, еще, еще nose, кажется, какого-то такого. Вот, ну а в нашем случае нам надо просто сказать, вот, так, нет. Ой, а, ну да, вот эту штуку надо проимпортировать. Смотрите, как он надолго задумался. Знаете, что он делает? Он сейчас подсчитывает coverage в выполнении абсолютно всех модулей питона, которые в этот момент вызывались. Ну, мы, наверное, не хотим смотреть на coverage numpy, да? Поэтому мы должны сказать, минус coff равняется, видимо, pdb. Ну-ка. О! Что-то я не понимаю, кавер здесь ноль, почему? Интересно, интересно. А может быть, вот так надо написать? О! Значит, обратите внимание, я совершил ошибку. Я сказал, что считать количество вызовов строк, которые лежат в модуле pdb, то есть лежат вот здесь вот. Ну, этот каталог я даже не трогал. Я импортировал вот отсюда, да? Поскольку я сказал python path из директории build, где у нас был свежесобранный чистенький модуль, да? То и строки, конечно же, брались оттуда. Я бы просто сказал ограничить coverage вот этим каталогом build.ly pdb. И он мне вот посчитал, как устроен, как устроен каверич. Обратите внимание, он далеко не стопроцентный. Вот. Тем не менее, и не нульпроцентный. Вот, например, тут какие-то вещи, какие-то вещи подсчитываются. Неудивительно, например, что remote не подсчитывается. Почти наверняка это удаленная отладка, для которой нужно разворачивать клиент-серверную технологию. Ясное дело, что так просто в модульном тестировании это не произойдет. У нас осталось совсем немножко времени, буквально минуты. На то, чтобы попытаться... Да, ну, собственно, все. Да, вот каверич. На чтобы попытаться поговорить о некоторой терминологии, про которую я не сказал ни слова, а которая важна в модульном тестировании. Главная и главная, пожалуй, главная штука, с которой вам придется разбираться вне этой лекции, это так называемые фикстуры. Я не знаю, как они называются по-русски. Вот те из вас, кто занимается промышленным программированием, по крайней мере, слышал про него, они знают это слово. Я вот знаю слово фикстур. Идея в следующем. Для того, чтобы оттестировать вашу функцию, как она работает, почти наверняка недостаточно просто ее вызвать. Это в самом примитивном случае надо вызвать функцию. Иногда нужно, чтобы ваша программа поработала, чего-то поделала, какие-то классики посоздавала, какие-то файлики, там что-то. А только после этого вы дергаете функцию, которую собираетесь тестировать, которая будет тестировать как раз эти классики, эти экземпляры этих классов, эти файлы, которые создавались этой программой и так далее. То есть подготовить тестовое окружение сначала. Как это при этом выглядит? Мы сначала его подготавливаем, потом тестируем, а потом подготавливаем обратно. То есть... Где-то тут было... Не найду сейчас, у нас времени уже совсем нет. Короче, описание этой методики, видимо придется смотреть глазками на сайте где-нибудь. Давайте я кину потом в план лекции туда. Значит... Сетап, тердаун, вот это все. Идея стоит в том, чтобы подготовить окружение, потестировать и зачистить все следы, так называемый тердаун, подготовленное окружение, чтобы следующий тест был абсолютно чистый, чтобы выполнение следующего теста не было замутнено выполнением предыдущего, чтобы влияние тестов друг на друга не существовало. Вот. И это, к слову, относительно фикшер. Соответственно, большинство тестов требуют для своего проведения таких фикшер. Есть стандартные фикшеры у, скажем, птеста того же. А, извините. Вот. Которые нам немножко показывают смысл этого слова. Значит, наличие в кэше объекта. То есть мы сначала что-то компилируем, он приезжает в кэш, только после этого мы говорим о том, что запускать тест. Да? Например, предоставление специального ввода или специального вывода, или специального стдр, чтобы можно было проверить, что на стдр выводится. Их надо перехватить. А это уже фикшер, да? Эта идея стоит в том, что это не просто так. Нам нужно куда-то послать этот стдр, а потом его затестить. Вот. Подготовить файлы дескриптор. В случае, если мы делаем док-тест, засунуть туда, значит, я не знаю, что такое демспейс. Вот. Так называемый monkey-патч. Monkey-патч это штука, которая временно создает объекты, а потом их отсоздает обратно. То есть у нас есть объект, мы туда что-то насуем, запускаем тест и отсуем все обратно. Вот. Создание временного каталога или временных каталогов и так дальше. Вот. Каверич. Логин еще один. Вот. Ну, еще такие, так называемые, мокер-объекты, которые стоят в том, что мы можем, это такой другой способ, другой способ мокер-объект, это другой способ создания чего-то похожего на фикшер, когда мы вместо обычных объектов создаем мокеры. С этим мокером можно делать что угодно, их можно править, что-то туда засовывать, а потом мы его удаляем, этот мокер, и все. И все становится как было. Ну, в общем, ну, в общем, такое. Идея состоит в том, всего этого безобразия, чтобы каждый тест происходил изолированно и не влиял на работу тестов всех остальных. Вот. Почему их можно было переставать, например, местами, и они все равно работают. Такие дела. Значит, ну, собственно, все. В вашем проекте может быть использован какой угодно тестовый фреймворк. Можно использовать юнит-тест, можно использовать птест, можно использовать даже док-тест, потому что, как мы видели, док-тестовские файлы отлично выносятся в соседний каталог. Это требование к семистровому проекту, чтобы хотя бы какая-то часть была покрыта тестами. Желательно, скажем так, сто процентов имен. Да, то есть, не так. Понятное дело, что если вы, например, используете, пишете гуй какой-то, то если вы писали гуй в виде одной длинной программы, которая сначала создает все графические объекты, а потом реализует алгоритм, то непонятно, что там тестами покрывать автоматически. Так что еще не поздно сделать редизайн и вынести все то, что можно покрыть тестами, то есть, все те функции, которые не взаимодействуют с пользователем, вынести в отдельную функции и эти функции затестироваться. Если же у вас такая специфика вашего проекта, что там действительно очень много взаимодействия с графическим интерфейсом, а больше ничего, думайте над тем, что именно вы будете тестировать. Потому что покрытие тестами какое-то не обязательно стопроцентное, но не одна функция, оно нужное. Вот такие дела. Значит, к сожалению, на этом я вынужден прерваться. Конечно, было бы интересно устроить несколько лекций по методикам тестирования, по всем остальным, но, увы, увы, у нас время совершенно истекло. Если вы понимаете, я все это время говорил для того, чтобы вы могли задать какие-то вопросы в чатике. Если вопросов в чатике нет, значит, ну и можно мне заканчивать. Вот. Тут должно быть уже, да, тут должно быть уже все хорошо. Ну, собственно, все тогда. Тогда всем спасибо.